Бывали когда-нибудь на реке Ангара? Великая Сибирская река. Очень красивая, очень чистая, очень быстрая. Вытекающая, кстати, из не менее Великого Байкала. Если в Иркутской области никогда не бывали, очень советую. Но пока с планами на лето еще не определились, у нас для вас есть не менее красивая, не менее быстрая, не менее экологичная Ангара легкого класса. Впервые в своей окончательной конфигурации и собранная, кстати, полностью в сибирском Омске. Семейство «Ангара» — пожалуй, самые ожидаемые ракеты-носители совершенно нового уровня. За ними — будущее отечественной космонавтики. И на Луну первого россиянина доставят, и космические аппараты всех типов на орбиту запустят. Собираются они, кстати, полностью из российских комплектующих. Принято, ожидаемо. Но прежде чем вводить в эксплуатацию что-то новое, это нужно хорошо протестировать, согласны? Поэтому этот пуск легкой «Ангары-1.2» продолжает серию летных испытаний. Система подачи действительно в норме. Последний раз, кстати, двухступенчатую «Ангару» запускали в 2014-м, но тогда не со своей родной ступенью. А в эти дни она полетела в своей штатной конфигурации. Это как в служебном романе, помните? О, вы сегодня прекрасно выглядите. Так я теперь буду выглядеть всегда. В последнее время именно такого класса машин крайне востребованы, потому что разворачиваются многоспутниковые группировки, и для того, чтобы поддерживать их в работоспособном состоянии, требуются машины подобного класса. Поэтому мы видим большую перспективу у нашего носителя, и будем наращивать его выпуск. Внимательно смотрите и запоминайте. Именно эта ракета-носитель своим пуском откроет новый стартовый стол на космодроме «Восточный» в декабре 2023 года. Кстати, там все идет отлично, судя по темпам строительства. Кабель заправочной башни, а сейчас это примерно один этаж в неделю, все будет готово и протестировано к сроку. Сейчас мы находимся на космодроме «Плесецк». Стартовый стол для «Ангары» здесь универсальный, такой же будет и на «Восточном». Это значит, что оттуда можно будет запускать ракеты и легкого, и среднего, и тяжелого классов. В настоящее время мы ведем изготовление ракеты. Первая ракета, которая полетит с космодрома «Восточный», это «Ангара-1-2». Мы ведем изготовление на Омской площадке. На сегодняшний день активно уже идет изготовление. И я полагаю, что машина, как бы срок, в июне, в июле следующего года будет уже поставлена на космодром, для того, чтобы проводить там предварительные испытания. И для вывоза готовить машину будем, для вывоза на старт. И дальше будет, как говорится, оттуда будет наш первый пуск «Ангары-1-2». Первый, есть готовность к пуску. На проверку параметра ухода. Расчет, внимание, пуск! Еще впервые «Ангара-1-2» летит на орбиту. 8 лет назад ее испытывали по баллистической траектории. Тогда она долетела до заданного района на Камчатке. Все прошло штатно. В эти дни ракета-носитель на своем экологически безопасном топливе, керосине и жидком кислороде устремилась в космическое пространство. Смотря на ее пуск, понимаешь, почему ее назвали в честь Сибирской реки. Она такая же стремительная, сильная и красивая. Огромное слава благодарности боевому расчету, руководству и всем представителям Роскосмоса, руководителям предприятия. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ